Всем привет, с вами снова Илья, это прогноз криптовалютного рынка на 17 октября. Начинать будем по традиции с биткоина и здесь у нас великие манипуляции в духе старого доброго BTC, который у нас был еще, наверное, году в 17-18 произошли. Вчера мы увидели, что была уже новость о том, что биткоин ETF одобрил SEC, вследствие чего BTC у нас довольно быстро вырос до 30 тысяч долларов. И так же быстро вышло опровержение, после чего BTC у нас так же быстро вернулся к тем отметкам, с которых, в общем-то, это мероприятие стартовало около 28 тысяч долларов. Но, однако, на данный момент времени BTC у нас до сих пор держится около 28 тысяч 500. И сейчас я вам немного расскажу некоторые свои наблюдения, которые, скажем так, несколько опровергают популярную сейчас версию относительно того, что, ну, такая сильная манипуляция и, соответственно, такой сильный отказ от новости, возможно, втопчет BTC на дно. У меня немного другая версия, но давайте для начала посмотрим, значит, на его поведение. Если, кстати, убрать вот эту вот тень, довольно большую, манипулятивную, то BTC у нас в целом так даже и по плану, по техническому идет. Он у нас выбил вот этот вот хай, также довольно быстро за него здесь ушел. И, более того, вот этот вот хай сформировал, по сути, прямо за этим, который был у нас 2 октября. После чего, ну, подупал, однако сейчас снова подрастает. Что же это означает? Ну, смотрите, прежде всего, действительно, когда у нас готовится какой-то вброс, готовится какая-то манипуляция, как правило, BTC у нас находится, ну, скажем так, в стадии отсутствия волатильности. То есть, рынок у нас никуда особо не двигается, примерно как вот здесь. После чего идет вброс какой-то манипулятивный, соответственно, рынок у нас резко растет. Потом также на опровержении или, возможно, на неподтверждении, соответственно, резко падает. И это действительно можно считать фактором, который потом, ну, в целом, как бы, актив погубит в такой среднесрочной перспективе. И он будет все ниже и ниже падать. Примеров таких очень много. Однако, тогда вместе с тем возникает вопрос, почему до выхода новости у нас BTC уже нарисовал вот такое вот сильное движение по меркам текущей волатильности около 4%. Как правило, именно рост в преддверии новости какой-то, то есть, такой непонятный, знаете, рост, когда непонятно к чему он приводит, точнее, что к нему привело, он возникает вследствие чего-то истинного в большинстве случаев. То есть, рынок у нас как бы подрастает, потом на новости он ускоряет рост. И, как правило, там уже в конце, когда уже слишком много пассажиров зашло, он этот рост ослабляет и рынок немного падает. Вот. И это особенно интересно на самом деле, потому что вроде как, да, чистая манипуляция, чистая спекуляция. С другой стороны, почему в преддверии этого рынок рос? И это идет в разрез с популярной сейчас точкой зрения, что BTC, соответственно, ну, очень сильно упадет. Кто-то там называет около 20 тысяч долларов, 15 тысяч долларов, 12 тысяч долларов и прогнозирует огромные шорт-позиции. Я, честно говоря, это мнение не особо разделяю. То есть, мне кажется, что даже если, ну, не то, что даже если, а фактически раз рост оказался ложным, раз новость оказалась ложной, как будто бы есть еще какая-то в преддверии которой рынок-то у нас подрастал до этого и удерживается на текущий момент времени. Не знаю, насколько я буду прав, но как бы такая пища для размышлений в такой среднесрочной, долгосрочной ориентиры здесь есть. То есть, с чего бы вдруг на чистом вбросе, на чистой спекуляции рынку в преддверии подрастать? Обычно такое бывает на чем-то другом. И более того, если находит опровержение, то рынок падает у нас, как правило, с текущих цен. Вот, это действительно большой вопрос. Может ли это говорить о том, что эта спекуляция как бы, ну, готовилась, но смысл ее тогда... Ну, понятно, что она готовилась, я имею в виду. Я имею в виду, смысл ее, ну, так очевидно, вот здесь вот, видимо, форсить на эту, там, найти около 5% роста, чтобы впоследствии давать еще одну такую свечу и сдувать. Ну, вопросов пока что больше, чем ответов. В связи с чем есть мое мнение окончательное, да, что как будто бы эта манипуляция и эта спекуляция скрывает что-то другое. Вот, поэтому, как бы, естественно, ничего там утверждать на 100% я не могу, потому что не близок к источникам этой информации. Однако, вот, наблюдение по графикам на данный момент следующее. Теперь, что же касается, ну, долгосрочной перспективы, чисто графической, у меня до сих пор та же точка зрения, что даже несмотря на то, что в рамках вот этого бокового движения широкого диапазона 25-31 тысячи биткоин начал вести себя поактивнее, поинтереснее в духе старого доброго биткоина, все равно это не отменяет того, что в среднем, ну, слабость здесь ощущается. И если я не буду прав в вопросе того, что эта манипуляция скрывала какую-то другую, более сильную новость, или, возможно, сопоставимую по силе новость, то BTC, к сожалению, у нас здесь будет подздуваться, и отметка 25 тысяч станет таким, ну, временной поддержкой, после чего BTC у нас, ну, возможно, этот уровень пробьет и уйдет пониже. Теперь переходим к эфиру. Также, я, кстати, напоминаю, что я на данный момент торгую на бирже Байбет, особенно после ухода Binance, ну, как правило, я подсуетился чуть пораньше, но не всю эту информацию, не до всех, к сожалению, эта информация дошла, когда я ее озвучивал. Вот, так или иначе, всегда теперь в описании лишь одна ссылка на бирже Байбет, там бонусы на первый депозит, и, к сожалению, уже закончилась там акция на пониженной комиссии, то есть на VIP один уровень или уровень VIP на один больше, чем у вас был на Binance, однако те, кто зарегистрировались, боюсь врать, по-моему, до 8 октября, ее до сих пор могут активировать и получить. Вот, теперь, что же касается эфира, значит, давайте здесь немного взглянем, это, по сути, у меня единственная, ну, не единственная, но единственная более-менее крупная открытая сделка, которая сейчас активна, немного еще эфир подрос, он дал зафиксировать такой первый профит, так, давайте, он дал зафиксировать первый профит на 1609, вот это вот, за счет вот этого вот быстрого роста, до второго тейка, к сожалению, не дошел, и сейчас, ну, так же крутится там в плюс 4-5 процентов, ну, не прям плохо, но и далеко не предел мечтаний, к сожалению, поэтому, тут, ну, лучшее, что можно сделать, это просто принести сейчас стоп, мне кажется, где-то на 1560-1570, это будет небольшой плюс для моей конкретной позиции, и, ну, в общем, одна фиксация уже есть, и про эту сделку можно, ну, не то, чтобы забыть, да, она еще в активной стадии, но, как бы, дальнейшие какие-то действия с ней здесь уже особо бессмысленно, у нас есть несколько профитов, у нас есть стоп перенесенный, и, скорее всего, это будет уже окончательная версия этой сделки, которую, в итоге, нам ордера и закроют. Так, следующее, значит, это Solana, на удивление, неплохо он монет себя чувствует, и чувствовала, и чувствует до сих пор, нет сильного провисания на манипуляции с BTC, и вынужден констатировать, что, скорее всего, здесь, ну, я упустил этот трейд, я хотел все-таки пониже его подождать, и на данный момент времени Solana уже улетела, и, если мы посмотрим на какой-нибудь 15-минутный, 30-минутный график, скорее всего, мы силу здесь увидим, да. Консолидация возле верхней границы, это довольно сильно, чаще всего к пробою, и отсутствие довольно сильного падения на, как бы, сопредельном рынке, а в данном случае с биткоином, это тоже, как бы, эту версию подтверждает. С большой точкой вероятности мы увидим неплохую картину по отношению к BTC также, очевидно. Давайте на нее посмотрим, да, и здесь у нас тоже все относительно неплохо, в том числе и на каком-нибудь там, наверное, часовом графике, да. График, кстати, практически полностью копирует график по отношению к USDT. Но, так или иначе, к сожалению, точка входа здесь упущена, по крайней мере, краткосрочная точно. Что касается среднесрока и долгосрока, имеет ли смысл здесь заходить? Ну, смысл есть, но он очень умеренный, я сделку буду пропускать, но вы можете попробовать, в принципе, ее отработать. Я вижу здесь интересный вариант, как бы, роста, к отметкам, наверное, около 26 будет, наверное, первая остановка. Далее, там, подтверждение снова 30. На этот повод этого уже сказать сложно, потому что у нас здесь все-таки до сих пор в широком боковом диапазоне зажат график и, ну, пробивать и выходить, особенно на нейтральных повыдарях, типа BTC, здесь очень сложно. Монета кардана, давненько у нас ее не было, она сейчас очень сильно замедлилась по части волатильности, и как будто бы уже готовится к пробою 24, но готовится она уже очень давно. У меня же есть точка зрения, что будет какой-то, наверное, финальный отскок от этой отметки. Ладно, без разницы. Нет, не без разницы. Будет, скорее всего, какой-то финальный отскок от этой отметки, после чего у нас кардана пойдет ниже. То есть, ну, у кардана довольно простая структура движений, как правило, здесь возникает. Сначала у нас довольно, ну, сильное снижение, после этого консолидация возле какого-то уровня, какой-то там финальный отскок, и после этого дальнейший пробой. Сама монета выглядит очень слабо, вопреки своим предыдущим заслугам, скажем так. И поэтому тут, ну, можно попробовать придумать лишь небольшой отскок. На мой взгляд, в пределах, даже нет, процентов, наверное, 11-12. Со стоп-лоссом там 1-2% это более чем нормально. Следующая монета это ОКВН. Здесь у нас идея, я напоминаю, такая, что выходит за верхнюю границу, далее пытка шортам. Сейчас еще, пока сделка не актуальна, она вышла только за вот эту вот горизонтальную линию, а надо бы еще за пределы треугольника, для того, чтобы там все стопы собрать. Следующая монета, это новичок у нас в обзоре. Bitcoin Cash. Он чувствует себя относительно неплохо, несмотря на всю схожесть с графиком по отношению к BTC. У нас здесь есть, ну, как бы, интересные вещи. Он нам рисует достаточно просто себя ведет, то есть формирует, опять же, какой-то уровень от уровня, формирует ложный пробой, после чего улетает. Здесь уже было аналогичным образом. Я думаю, что здесь допускается два трейда. Первый трейд это сложный пробой на 255, ну, то есть, короче, диапазон 260. Вот так его выделим. Где-то, наверное, 258-268. Мне кажется, это шартовый диапазон с коротким относительно стопом. Здесь можно также зайти. Ну, и второй трейд, который мне нравится, очевидно, это лонги. Лонги с ложным пробоем линии трендом. На данный момент времени она вот здесь. И я думаю, что ложный пробой, если и будет, он будет отметок около 213-215. И, соответственно, лонги от этих уровней выглядят неплохо. По матику, ну, тут без особых изменений, поэтому не буду ничего комментировать. Здесь есть изменения, к сожалению, но изменения, корни противоположные моим ожиданиям. Даже не то, что моим ожиданиям, а мои сделки, прежде всего, это наиболее обидно. Здесь мне бы хотелось видеть ложный пробой вниз и потом движение наверх. У нас получился ложный пробой наверх и потом движение вниз. В общем, движение вниз такое неприятное, прямо скажем. Оно не выглядит уже как спекулятивно-манипулятивное, оно выглядит уже как какое-то органическое. Поэтому здесь расчет остается на то, что у нас все это мероприятие все-таки перейдет в боковик, который мне бы очень не хотелось видеть. Из боковика уже пора бы подрастать. В любом случае, я здесь пока в сделке остаюсь. Так, следующая монета, она тоже недавно залистилась на Байбит, но сама уже существует довольно давно. Это монета ОРБС. Я не знаю, как она там полностью называется, но графика у нее выглядит следующим образом. У монеты... Давайте посмотрим сейчас полный график, вам покажу. Он выглядел... Он выглядел... Вот таким вот образом. То есть, видите, растет монета уже довольно давно. Здесь у нее была такая, видите, ограниченная очень ликвидность. Потом, видимо, прошел слух, что скоро ее залистят, и ликвидности стало заметно больше. И вот она начинает расти, расти, расти. То есть, я к тому веду, что... Как бы она еще, на мой взгляд, во-первых, имеет потенциал для роста. С учетом того, что зона накопления здесь как будто бы уже очень большая. Вот если мы включим дневной график, видите, то есть, цена, она как будто бы здесь очень долго копилась. И вот начало вот этого вот роста, оно, возможно, является лишь началом. Поэтому, опять же, как интересное... Так, вот вам. Опять же, как какая-то интересная монета, в которую можно залететь в надежде сделать иксы с большими рисками, в принципе, подходит. Все, устал на этом. И поэтому с вами прощаюсь. Напоминаю, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйтесь за то, что вы не готовы потерять. Всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения, с торговой решением принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова